Радио Болтком Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Программа «Диагноз недели» в нашей студии. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте. Добрый день. Ну и действительно никуда не денемся от этой темы. Темы войны, массового психоза, ненависти каких-то волн, которые рождаются в связи с этим. И, конечно, я думаю, что каждый, кто заглядывает периодически в социальные сети, наверняка сталкивается с тем, что люди высказывают очень категоричные точки зрения, требуют поделить мир на черное-белое с нами или против нас. И в связи с этим волны или ненависти, или какого-то другого не очень хорошего чувства. Да, еще в прошлый понедельник я не думал и не гадал, что придется говорить о такой теме, что мир поменяется. Предвосхищая разные звонки и осознавая, что в любом случае, скорее всего, стану объектом чьих-нибудь упреков, хочу сказать. Во-первых, я категорически против этой войны. Я не вижу в ней ничего хорошего, и я уверен, что она совершенно лишняя, как можно быстрее закончена. Во-вторых, я не политолог, не философ, не историк. Я врач, я занимаюсь человеческим душевным здоровьем, и вовсе буду говорить больше с этой точки зрения. Поэтому не надо меня спрашивать о том, психически ли болен Путин, или еще о чем-то. Эти вопросы я регулярно делаю, что я начинаю задавать. Я не готов, человеку, который не знаю, лично ставить диагноз. Что видно? Видны агрессия там, где происходят боевые действия, и она понятна. Она ужасна. Гибнут люди, разрушения, люди, которые прячутся в бомбоубежищах. Это даже, не дай бог нам это пережить когда-нибудь. Точно так же очевидно, что облако тревоги и агрессии, которая распространилась, накрыло всех. Больше тревоги. Я испытываю тревогу, потому что все это неясно, и непонятно, что выглядят мои близкие, мои друзья испытывают тревогу, мои пациенты испытывают тревогу. Помимо своей собственной тревоги, еще и это. Произошла вот эта резкая поляризация. Как будто война происходит не только в Украине, везде. Но вот социальные сети проникнуты злобой бесконечной. Я больше скажу, вот только что звонил слушатель, он как-то говорил, что в школе детей младшеклассников даже начинают на уроки вызывать, что они должны высказаться по поводу войны. И он как бы в ужасе говорит, что я бы не хотел, чтобы детей вмешивали во все это, и чем дальше они бы были от этого. То есть он говорит, я абсолютно осуждаю военные действия, все, но просто я бы не хотел, чтобы еще и ребенок подвергался вот как бы такому давлению, прессингу. Вопрос, чего хотят от ребенка. Если хотят, чтобы дети высказали свою тревогу и обсудить ее, это одно. Если хотят, чтобы дети сделали какие-то политические заявления, это совершенно другая история. Вообще, конечно, при всей тревоге... Смотрите, каждый человек находит свой канал, чтобы выплеснуть эти тяжелые накопившиеся чувства. У кого-то это тревога, страх, паника и так далее. Вот этим каналом становится агрессия и осуждение. И осуждения стало, ну, очень много. Недалее, как вчера, я вдруг получил послание от человека, который у меня числится в друзьях в Фейсбуке, когда-то мне записался в друзьях, я его в глаза не видел никогда. Вдруг он мне пишет сообщение, поскольку у меня в друзьях есть кто-то, поддерживающий вроде бы Путина, я даже не считал этого, он считает меня тоже как будто его пособником и вынужден удалить из друзей, и пишет мне прощайте, масса восклицательных знаков и так далее, и так далее. Я спросил, зачем столько пафоса, можно просто уйти. Но человек, кстати, должен сообщить мне, что он меня удаляет из друзей. Это тоже какая-то вроде мелочь, но мелкие выплески агрессии, хоть куда-то ее надо приложить. Я допускаю, что человек внутри, наверное, плохо. Наверное, он считает, что должен поступить правильным образом. Но это, например, он. Второй пример у меня. Есть знакомая девушка, она учится за границей, она тоже очень переживает из-за войны. И был митинг в поддержку Украины, и она вышла с плакатом, который призывает к миру, к российско-украинской дружбе и так далее. На нее буквально набросились. Ее назвали российской шпионкой, сказали, как ей не стыдно призывать к миру, к дружбе. И фактически просто изгнали с этого митинга. Изгнали какие-то агрессивные женщины. Даже не какие-то банды, а просто пара агрессивных женщин. И даже организатор митинга в итоге. То есть, в принципе, вроде люди борются за мир, но призыв к миру их раздражает. Потому что опять общий настрой это злость и агрессия. И эта агрессия, к сожалению, она в таком родстве с тем, что происходит на фронтах. Есть известная переписка в 1931-1933 году Эйнштейна с Фрейдом. Почему война называется. Когда Эйнштейна тогдашняя Лига нации, по-моему, попросила, как мыслитель своего времени, вступить с кем-то в диалог, вступил в диалог с Фрейдом. По поводу того, неизбежны ли войны, почему они происходят и так далее. Это еще до, напомним, до Второй мировой. Это только 1931-1933 годы. И оба они пришли к тому, что в человеке заложено агрессивное разрушительное начало. Фрейд с грустью это констатировал. Они обсуждали возможные перспективы, можно ли его как-то обуздать, это агрессивное начало, можно ли с ним как-то договориться, изменить. Но Фрейд был пессимистичен. Он считал, что агрессия заложена в каждом человеке, что она, когда она рвется, если она не вырвется наружу, она разрушает самого человека. Поэтому эти выплески агрессии неизбежны, а выплески коллективной агрессии приводят к войнам. Я всегда замечал, что действительно, ведь даже в каком-нибудь любом фильме, боевике или что-то подобном, там, не знаю, комиксе, вот главный хороший, позитивный герой с которым мы будем себя ассоциировать, обязательно дерется вот с какими-то очень подлыми, гадкими врагами, и мы получаем удовольствие, глядя на то, что вроде бы, ну да, он расправляется, но это показано с кем-нибудь жестоким образом, как он этих врагов просто разбивает, там, размазывает по стенке, и вот ты испытываешь какое-то моральное удовлетворение, что ты на правильной стороне, вот ты вот можешь выплеснуть свою агрессию, но эта агрессия, она оправдана, она оправдана, да. Ну, наверное, также ликовали толпы, которые собирались на казни в средние века, когда кино не было, а публичные казни в виде развлечения были. И вот это, конечно, Фрейд входит к печальным выводам по поводу войны. Когда люди пишут, нет войне, я уже их поддерживаю, я понимаю, что войны не должно быть, но какой-то иррациональной частью это, к сожалению, эта фраза может похожа на нет землетрясения, нет цунами, нет пожаром, мы всячески стараемся предусмотреть, уберечься, но боюсь, что такие вещи неизбежны. И это еще раз, я говорю, не в оправдании этой войны. Я говорю, а тоже, к сожалению, наверное, ну, мы, к счастью, давно с этим не сталкивались. И надеюсь, в следующий раз не скоро столкнемся, и хочется, чтобы наши дети не скоро столкнулись с этим. Но это затронуло и детей, подростки тоже только об этом говорят и переписываются. Что я заметил у себя в кабинете? что, по крайней мере, те люди, с кем я разговаривал, всегда их острая реакция на эту ситуацию имеет фундамент того, что происходило в их жизни. Ну, по меркам я приходит девушка в тревоге, говорит, какой ужас, как она не может перейти в эту ситуацию, она плачет. Она говорит, во всем виноваты эти старые маразматики. Эти старые маразматики, которые нас заставляют воевать, которые никак не могут успокоиться, заставляют делать так, как им надо, и так далее, и так далее. И мы с ней разговариваем из, от общего образа старых маразматиков, приходим к образам ее родителей, которых она в детстве не терпелась. Насилие, ей не давали вздохнуть, ее все время осуждали, чуть-чуть наказывали и так далее. Вот это ее острая реакция, слезы, это еще и слезы того ребенка. То есть у нее это легло на заранее подготовленную почву. Приходил ко мне молодой человек, который сказал, я очень поругался со своей мамой. Просто очень поругался, потому что мама поддерживает, точнее, не то чтобы очень осуждает эту войну, она ищет какие-то оправдания, она ищет какие-то объяснения, и сколько, он говорит, я не пытался, на все, находил какие-то оправдания, я очень разозлился на нее. И мы начинаем с ним разговаривать, и потихоньку мы вспоминаем, что эти ощущения нас уводят в его детство, подростковый возраст, когда его бил папа, а мама никак не реагировала, делал лишь это, не замечает и тому подобное. Я к чему это сейчас говорю? Я говорю о том, что мы все от этих мощных, сильных, отрицательных эмоций страдаем. Испытывать тревогу плохо, тяжело, плакать от горя тяжело, гнев испытывать очень тяжело. Это все тяжелые вещи. И как бы это странно не звучало, даже вот то, что происходит сейчас, события глобального масштаба, планетарного масштаба, это возможность прислушаться к себе. Потому что, давайте будем откровенны, мы не можем повлиять на то, что происходит в Украине. Кто-то может, поскольку сейчас разрешили собраться, поехать туда добровольно, воевать, кто хочет. Кто-то пишет, что предоставит жилье, если нужно, каким-то украинским беженцам. Кто-то, я читал, готов ехать на машинах границы Украины и кого-то вывозить оттуда. Кто-то переводит деньги, вот я в Злате уже собрал большую сумму, кто-то переводит деньги в помощь, кто-то еще от лекарства, в общем, все, что только можно. Вот мне кажется, эти люди, находящие выход вот в этой деятельности, они все-таки как-то трансформируют эту разрушительную энергию в то, что сделать что-то. Вот у нас ведь почему в числе всего прочего так вся ситуация и ранят. Это ощущение своей беспомощности. Да, наверное, как у человека, который видит сход снежной лавины и он не может никак повлиять на это. Вот. Ну, не может человеку, он беспомощен, он боится, и он, да, естественно, звучит везде вопрос, а не будет ли привалтика следующий. То есть, наверное, нам это легче примерить к себе, чем, допустим, жителям Канады или Австралии. Поэтому, вот, когда эта тревога находит выход в некой деятельности, уже лучше. Деятельности позитивные всё-таки, направленные на что-то такое, созидание. Даже, наверное, человек, который отправляется воевать туда, я не знаю, это созидание или нет, но, по крайней мере, он что-то делает. У него есть ощущение, наверное, потому что у него исчезает ощущение беспомощности. Я не вижу себя на месте добровольца, едущего в кого-то стрелять, но, тем не менее, наверное, я этих людей могу понять. А вот эта агрессия, которая процветает в соцсетях, она, конечно, плюс ко всему, что происходит, это гашение пожара бензином, и это хорошо воюет Россия с Украиной, но здесь ругаются люди, живущие в одной стране, тоже ищут виноватых, и кто-то использует как политический капитал. Вот недавно была история, какая-то латышская теле-радио-ведущая набросилась на Апрато-Ветру и Бусулиса, которые еще до всей этой войны ездили в Россию с концертами, я начал их обвинять. Вы ездили на вечеринке к олигархам, вы получали деньги, вы как бы поддерживаете режим таким образом, и частично вы виноваты в том, что происходит. Ну, иди пойми, что здесь, то ли манипуляция, то ли желание ощутить выглядеть себя хорошей, обвиняя кого-то. Но, в любом случае, это как-то не делает этой даме чести. И, кстати, по-моему, про Апрато-Ветру и ответили кто-то из них, что мы с тобой встретились совсем на днях где-то в магазине, и ты мне ничего похожего не сказал. Почему ты произносишь такие вещи публично, а лично мне такого не говоришь? Вот тоже это... Человек очень сложно устроен. Его агрессия переплетается с механизмом компенсации, с желанием доказать, что я-то не такой. Один из лучших спуток, что я-то не такой, это обвинить тех, кто по его мнению такие. То есть начинается та самая охота на видим. Мы начинаем искать инакомыслящих, инакочувствующих, инакоделающих и обвинять их во всем. И, как правило, это происходит очень действительно на пустом месте. И просто я сразу вспоминаю в биографии вот уже упомянутого Эйнштейна был был период, когда он жил в Америке и на него регулярно писали доносы во времена маккартизма, что он выступает за мир во всем мире. Опять-таки, он не осуждает коммунизм и Советский Союз. И за это ему все время доставалось. Хотя он никогда не приезжал в Советский Союз, несмотря на приглашение. то есть он держался обособленно. Но при этом автор этой очень знаменитой биографии, он писал и про Стива Джобса, он отметил то, что ФБР, занимаясь разбором этих мелочных доносов, совершенно упустило то, что в окружении Эйнштейна была реальная шпионка КГБ, ну тогда, наверное, это было еще НКВД, которая пыталась добраться. То есть он говорил о том, что даже вроде бы спецслужбы разменивались на какие-то мелочи, не видя на самом деле какой-то реальной угрозы. То есть была женщина, которая пыталась вступить в контакт, но он с ней особенно не общался, но потом было доказано, что она была действительно сотрудницей завербованной НКВД. То есть мы видим вот такие вещи, которые обычно эти все громкие крики, скандалы, они выстрелы по воробьям, а не на самом деле выпускающие какую-то важную угрозу. Ну у каждого, знаете, говорят, у каждого свои тараканы, иногда эти тараканы те же воробьи. Когда человек стреляет по воробьям, он стреляет по собственным тараканам. Или стреляют тараканы, уже не знаю, кто больше. Какая еще эмоция сквозит, мы проанализируем и разговоры, и записи в соцсетях. Есть, когда человек говорит о своих чувствах, и есть, когда человек говорит о чужих чувствах. Обычно о своих чувствах люди говорят достаточно сдержанно. Вот очень распространенная фраза о стыде. Мне стыдно, мне грустно. Но, возможно, я навлеку на себя счет неудовольствия. Когда я читаю эти фразы, мне кажется, не очень чувствуется, когда человек искренне говорит о том, что ему стыдно, а когда это такой лозунг, такая вот демонстрация. Это очень такое. Вообще, на мой взгляд, стыд, эмоция довольно-таки интимная. Вот никто же не пишет в соцсетях, мне стыдно, что я не отдаю долг, мне стыдно, что я обманываю, мне стыдно, а в этом почему-то никто не пишет. Люди пишут, что мне стыдно за мою страну, или мне стыдно за то, что я русский, или еще что-то. А вот. И еще одна вещь, когда вот есть такая внутренняя цензура, люди, которые, вот вы на эту девушку на месте, немедленно набрасываются на кого-то, кто говорит о мире, кто говорит о том, что не надо нагнетать. Их в комментариях поливают последними словами, над ними издеваются, и тому подобные вещами занимаются изо всех сил. И вот мне кажется, что на самом деле эта война, она, конечно, закончится. все войны рано заканчиваются. Были, конечно, в истории столетние войны, я надеюсь, что это не тот случай. С нынешним вооружением ни одна война сто лет не продлится. Но войны закончатся, а вот война между людьми, этот поток оскорблений, этот поток агрессии, он-то остается. Война уходит в прошлое, в легенды, в рассказы, в воспоминаниях, в горькие и так далее. А вот здесь остается ненависть, которая тлеет. Вот мне кажется, очень чувствительно, когда кто-то точно знает, как кому-то другому положено себя чувствовать и вести себя. Когда кто-то указывает как он должен реагировать, как он должен злиться, как он должен заявить о своей позиции, обязать, что-то вроде такой вот клятвы на верность. Вот это, мне кажется, важная вещь, желание быть не как все. Вот не быть в всеобщем потоке, не знаю, какой-то стадный инстинкт, что ли. Помните, есть это знаменитая фотография, где стоят немцы, военно-гитлеры, все поднимают руку нацинском приветствии, у одного человека руки скрещены на груди. Вот один человек, который поступает так, как он считает правильно, вопреки тысячам окружающих его людей. И это очень, кажется, такой хороший символ для любой эпохи. Не позволять себе быть увлеченным всеобщим эмоциональным потоком. хотя в общем трудно за это осуждать кого-то. Ну, знаете, как описывают в книгах лесной пожар, и звери бегут, спасаются, никто никого не нападает, потому что у всех какая-то общая цель. Вот, мне кажется, быть увлеченным потоком, это очень и по-человечески, и в то же время это не очень хорошо, потому что ты растворен в потоке, и нет ни твоих чувств, ни твоего осознания лично для тебя, что плохо, что хорошо. Вот эта энергия осуждения всех вокруг, я часто слышу от сейчас в сетях, какой ужас, мои родители смотрят российские телеканалы, как мне с ними вообще разговаривать после этого, как иметь с ними дело. И меня этот вопрос всегда очень удивляет, потому что твои родители, они связаны с тобой чем-то большим, чем какими-то идеологическими убеждениями. Когда ты превращаешься в такого Павлика Морозова и пытаешься заклеймить позором своих родителей, твои родители люди, скорее всего, большую часть жизни прожившие при советской власти. У них свои взгляды, они могут ошибочными, они могут быть неправильными, они могут быть, но они тем не менее. Вот и здесь, когда на самом деле ты вроде борешься за доброту, а в тебе исчезает нечто человеческое, потому что ты перестаешь быть ребенком своих родителей, ты забываешь, что, в общем-то, скорее всего, они дали тебе образование, помогли тебе получить и среднее, и высшее, и так далее. И в этот момент ты только делаешь из них идеологических противников, и мало того, что это дело, что это выставляешь на всеобщее обозрение. Тоже, как мне кажется, очень интимная вещь, внутри семейные отношения. Ты можешь говорить со своими родителями, ты можешь, в конце концов, не затрагивать эту тему, потому что, наверняка, это будет много всего, кроме того, какие источники информации вы любите. Это опять нечто человечное и человеческое. Любовь, привязанность. Вы помните, Олег, что еще когда была эта история с Крымом, вдруг треснулись семьи, перестали общаться родственники, перестали общаться друзья. Кто-то восстановил отношения, но какая-то трещинка все равно осталась. А кто-то так не восстановил отношения, вот настал такой холод и отношения стали формальными. Вот опять война пройдет так или иначе, а семьи распадутся, дружбы распадутся и отношения как-то гитлеры приходят и уходят. Народ остается. Да, ну вот кто-то все приходят и уходят, а близкие тебе люди остаются, их очень трудно кем-то заменять. Вот мне кажется, переработка гнева, тревоги, страха во что-то позитивное, не забывая, что тебя связывает с людьми, не забывая, насколько это ценно вне времени и вне политических убеждений. Это важно держаться. У меня есть близкие друзья, с которыми мы не во всем совпадаем в политических взглядах. Они знают мои взгляды, я знаю их взгляды. Это не мешает нам уважать и любить друг друга и быть привязанным друг к другу. Редкий пример номер сейчас по нынешним временам. Ну, потому что, я не знаю, может, людям молодым им легко ругаться. А у меня количество близких друзей осталось по пальцам одной руки, можно пересчитать. Кто разъехался куда-то, кто еще что-то. И поэтому я точно для себя понимаю, что из-за чьих-то политических взглядов, тем более подчеркнули, не людоедских, не взглядов призывающих убивать, сжигать и так далее, просто людей свои взгляды не совпадающие с моими. И мы прекрасно понимаем, что мы знаем мнение другого, иногда это обсудить, не переходя на повышенную, скорее всего, мы от этого отойдем. Вот мне кажется, важно понимать, что есть базис, а что есть надстройка. Что должно остаться, как бы не менялись политические отношения, формации, войны и так далее. Потому что не знаю, я знал людей, старшего поколения, которые прожили войну, которые тяжелые времена. И в эти тяжелые времена, они спасали людей, они вытаскивали близких, мои родственники в свое время, во время войны вытащили ребенка, оставшегося без родителей и так далее, и так далее. То есть мне кажется, это вещи куда ценнее и важнее. Поэтому все, что я могу лишнее рассказать по этому поводу, это не позволять в этой красной пилении агрессии застилать взгляд, не пускаться в бесконечные битвы с проклятиями, язвительными выводами в адрес друг друга и так далее. Потому что или вы себе скажите честно, я точно знаю, что я не изменю своего оппонента, он не изменит меня, но мне просто надо хоть куда-то выкричать свою злость, свою агрессию, свою тревогу. Это по-человечески будет поднято. Я сейчас нашел канал, я туда это выплесну. Или все-таки можно с вопросом, а лучше ли тебе от этого, даже не философия, лучше ли становится мир, лучше тебе от этого правды. Вот то, что ты тратишь время своей жизни на бесконечные ссоры и передряги. Что в этой ситуации можно делать? Я не буду повторяться, интернет полный, вполне к себе, кстати, есть люди, которые публикуют хорошие памятки на случай войны. О том, что стоит делать, чего не стоит делать, о том, что не стоит все рушить отношения с близкими людьми, не стоит больше помогать, о чем занимать себя, что напоминать себе. Я думаю, всякий это найдет. Но, в принципе, мне кажется, есть ценности, вроде бы легкие, например, российские, некоторые российские литературные критики, очень многоуважаемые, Галина Юзефович, человек очень честный и тонко чувствующий, еще некоторые, они составили списки книг, и обычно даже те, которые обычно пишут о серьезных романах, об очень серьезной литературе. Для этого тяжелого времени не надо тяжелой литературы. Наверное, есть кто-то, у кого душа просит и интеллектуальные пищи, и каких-то моральных задач, но большинство их сейчас и так хватает. Поэтому они приводят списки хороших детективов, списки хорошей фантастики. То есть, вот мне кажется, даже прочесть такую книгу лучше, чем бесконечно следить за тем, что происходит, с кем-то ругаться. Кроме того, понятно, что все мы в тревоге и в ожидании. Люди бесконечно, бесконечно мониторят все, что происходит. Человеческая жизнь превратилась в ежеминутное заглядывание в интернет, телевизор, радио, и это тревожно-напряженное ожидание, что еще произойдет. А новости с такой скоростью не поступают. Этот будто навязчивый страх что-то упустить, вот знаете, как, с чем могу это сравнить? Люди, у которых есть патологический страх, загрязнение, они моют руки 20, 30, 40 раз на дню и так далее. То есть, мне кажется, они еще не дочистились, надо помыть у нее хручно. Кожа на руках бледная, в складках такая, она уже из кожи с помощью мыла весь жир вымыт, и кожа страдает. Вот это вот навязчивое желание лишний раз зависимом информационное поле убедиться, мне кажется, так же травматично. И, наверное, я стараюсь сделать сам, наверное, стоит эти новостями следить, но не знаю, утром и вечером. Не стоит всю свою жизнь превращать в беспомощное, тревожное наблюдение за происходящим. потому что здесь именно два ключевых слова беспомощное и тревожное. Ты создаешь, что нечто не может повлиять, ты боишься, но вот это бесконечное просматривание новостей дает тебе хоть какую-то иллюзию контроля. Хотя на самом деле скорее вот себя все время щекочешь нервы и все время нагнетаешь, накручивая самого себя этими новостями. Да, и ты все это пытаешься понять, все это до конца понять невозможно. Понимаешь, война это ужасно. Почему и как происходит, ну, насколько я знаю, даже сейчас то, что в архивах о Второй мировой войне не все раскрыто. Даже сейчас многие знания, информация остаются где-то припрятанными, потому что каким-то образом может повлиять на отношение людей к происходящему в мире. Более того, была даже книга исследования о том, что происходило сразу после Второй мировой войны, когда, я сейчас не помню ни автора, ни названия, конечно, но книга потрясала именно размахом того, сколько огромнейших людей, количество людей, которые были перемещены в другие страны, они пытались вернуться домой. вся Европа лежала в руинах, и вот по дорогам брили тысячи и тысячи людей, и в принципе, это было время, когда не действовали законы, когда практически каждый был сам за себя, и просто автор обращал внимание, что эти ужасы войны, они с войной не закончились, и еще где-то несколько лет после Европа приходила в себя после пережитого ужаса, и постепенно, постепенно только восстанавливалась какая-то законность, ощущение закона, который мог гарантировать человеку безопасность в Европе, то есть это был, ну, как, не знаю, дикий запад, условно говоря, без правил, без ничего, когда люди оказывались полностью в каком-то беспомощном состоянии. Если помните, когда я помню из моего детства и юности, периодически находили, были статьи о том, что какие-то дети копались в лесу, нашли там снаряд или мину, решили бросить в костер, кому-то что-то оторвало и так далее. Обычно это все называлось таким стандартом эхо войны. Да. Вот. И вот это эхо войны происходит, я боюсь, оно будет и сейчас, и после этой войны, это эхо будет в таких вот информационных минах, информационных снарядах. Это вражда между людьми, которая не утихает. Ну, правда, кстати, что наводит на размышления, ну, у всех на свой сегмент социальных сетей, насколько я замечаю, то, что люди, которые сейчас друг друга активно поносят, они это делали еще задолго до этой войны. То есть люди с принципиальными, специально разными точками зрения, что удивительно, они знают друг о друге, что у них разные точки зрения. Они знают, что никто никого ни в чем не убедит. и они продолжают писать, 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 оскорблять друг друга. Какое-то теме это затихает, начинает через пару дней в другую теме. Это какая-то бесконечная битва, как завязшая в янтаре муха, не знаю, вот это когда-то застыло, и все. Вот это мне тоже очень интересно, от чего столько агрессии, и от чего именно такой странный способ с ней разбираться. Я никого не осуждаю, я иногда искренне удивляюсь, потому что это напоминает знать, когда-то раньше были в Средневековье, да, устроили религиозные диспуты, там, католического священника соровином, например. Они должны были спорить, чья же вера правильней, а спорить вопрос, хастованных на догме, на вере, как это бессмысленное занятие. Обычно никто, никого ни в чём не убеждал, если только не вмешивались, если происходило в стране, где, допустим, католичество было доминирующей религией, легко было предсказать, кто выиграет спор. Вот, мне кажется, у нас эти споры такие же, как, не знаю, католика с протестантом, которые, наверное, совершенно не имеют ни начала, ни конца, пока люди не признают право друг друга на эти разные мнения и право жить с этими мнениями, до сих пор длятся эти бесконечные баталии. Мне кажется, что в этом вот непризнании права другого на другое мнение заложены какие-то зерна зародышей грядущих войн, когда кто-то должен быть уничтожен просто потому, что он другого мнения. Он еретик, он диссидент, он на кому-то что угодно. Но есть хорошие новости. Вот, недавно я читал книгу Стивена Пинкера «Лучшее в нас, почему насилие в мире стало меньше». И все-таки вот этот автор, он приходит к выводу, что, может быть, мы даже не замечаем, насколько все-таки постепенно-постепенно меняется мир. И сравнивая вот с тем, что происходило даже не в средние века, а еще лет сто назад, мы можем заметить, что уровень преступности снижается. Все-таки человечество, книга такая, скажем, попытка с цифрами в руках как бы показать, что все-таки мир меняется к лучшему. Давайте считать, что вот рано или поздно мы все станем, ну, если не полностью другими, то откажемся от насилия. Я думаю, что мир, конечно, меняется, к лучшему. Вопрос от чего? Мне, честно говоря, не очень верится, что он меняется от того, что люди становятся намного добрее. Увы. Мне кажется, что наверное, нет больших войн, потому что все знают, что есть ядерное оружие. Что всем страшно, что даже если останется победитель в этой истории, ему не позавидуешь, то это будет кто-то, кто, скорее всего, не знаю, умрет от ран чуть позже. Наверное, люди стали с одной стороны терпимее и толерантнее, но, как мы наблюдаем последние времена, из-за толерантности или тоже готовы вцепиться друг к другу в глотке. Сажали. Потому что кто-то достаточно или недостаточно толерантен. Еще раз хочу сказать, что мы не в состоянии повлиять на происходящее в мире глобально. Все, что мы можем делать, во-первых, я к этому прихожу в каждой нашей передаче, мы можем осознавать и слышать сами себя, что маме происходит. Мы можем осознать, слышать, где нам тревожно, где нам страшно, где нам стыдно, где мы злимся. И вслушиваться в себя, и вот эти не позволять этим эмоциям управлять собой, не позволять этим эмоциям делать то, заставлять нас делать то, от чего ни нам, ни легче, ни окружающему миру. То есть вот это вот начать себя, в данном случае очень полезная концепция. Если ты можешь успокоить или принести мир в душу двух, трех, десяти человек рядом с тобой, это намного важнее, чем опубликовать пафосный лозунг в социальных сетях. И вот мне кажется, есть этот гигантский мир, а есть мы, как отдельная единичка, есть наш такой микро, может даже наносоциум, такой крошечный-крошечный вокруг нас, который в масштабах всего мира даже не заметен. Но как по мнению Фрейда агрессия, живущая в каждом и рвущаяся наружу, рано или поздно суммируется, приводит к войнам, наверное, если попытаться спокойствие, доброту и понимание возлелеет в себе в окружающих суммировать это, мне кажется, в этом есть хороший вариант по крайней мере отсрочить наступление следующей войны. Ринль Резник-Мартов, врач-психиатр, психотерапевт, программа Диагноз недели. Мы, наверное, встретимся теперь через неделю. Всего доброго. До свидания. Радио Болткома